Созданные во славу и на века подлинные шедевры ювелирного искусства, выполненные лучшими мастерами в крупнейших художественных центрах Европы, привезены в Ульяновск из Государственного исторического музея. Нет никакого преувеличения. Это действительно первая монографическая выставка западноевропейских ювелиров, серебряных дел мастеров на территории не просто Ульяновска, а вообще нашей страны. Никогда в таком объеме западноевропейское серебро не представлялось нигде историческим музеем. В торжественной церемонии открытия выставки принял участие губернатор Алексей Русских. Ульяновск область – это регион высококультурных людей. Здесь исторические традиции очень высокие. Выставка «От возрождения до модерна» – шедевры художественного серебра из коллекции ГИМ. Заняла четыре зала музея «Метеорологическая станция Симбирска». Все экспонаты серебряные, но многие еще и позолоченные. Как объяснила куратор выставки, так они меньше подвержены агрессивным внешним воздействиям, окислению и коррозии. К тому же позолото придает металлу большую привлекательность, благородство и изысканность. В коллекции нашего музея, наверное, предметы художественного серебра, выполненные в странах Западной Европы, почти что капля в море. Их не так много. Но среди них есть удивительные раритеты, подлинные шедевры и очень интересные предметы, которые, я думаю, привлекут внимание публики в Ульяновске. Выставка, ну, кто-то скажет большая, кто-то скажет небольшая. Официально у нас 87 предметов. Да, это, наверное, не так много. Путешествие в пространстве и во времени. Иначе не назовешь знакомство с экспонатами выставки, которая строится по хронологическому принципу. Мы постепенно переходим от Ренессанса к Барокко, от Барокко к Рококо, от Рококо к Ампиру, потом к астеризму, ну и завершаем модерну. Один из самых ярких раритетов, необычных с бытовой точки зрения экспонатов, является плодоминаж. Этот предмет для сервировки и убранства стола просуществовал недолго в быту королевских дворов, аристократии Европы XVIII века. Им пользовались богатейшие люди своего времени. Это своего рода трансформер XVIII века. Он состоит из 40 отдельных деталей. Причем музей не имеет возможности выставить их всех вместе. В этой витрине мы видим предметы из сервиза Великой княгини Екатерины Михайловны. Это дочь великого князя Михаила Павловича, внучка императора Павла I, племянница Николая I. В 1851 году она выходит замуж. Ну и, как принято, в хороших семьях, и в императорской тем более, к свадьбе заказывается сервиз, заказывается английским мастером фирмы Ханта Роквелл. По словам куратора выставки, в 17-20 веках у представителей высших слоев российского общества укореняется мода на коллекционирование предметов ювелирного искусства, выполненных европейскими мастерами. Целый ряд таких собраний составили основу коллекции исторического музея. Так, на выставке есть изящный уполовник и горчичница XVIII века. Эти предметы из коллекции русского коллекционера, создателя Щукинского музея Петра Ивановича Щукина. В 1905 году он подарил свою богатую коллекцию Российскому историческому музею в Москве. А две настольные скульптуры начала XVIII века, изготовленные немецкими мастерами Аусбурга, которые вообще выставляются впервые, попали в исторический музей из коллекции Алексея Александровича Бобринского, русского археолога, праправнука, императрицы Екатерины II и ее фаворита Григория Орлова, крестника Николая I. Дебют выставки состоялся в Ульяновске, далее она отправится в Уфу и Новосибирск.